Сотрудниками регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Вышнего Волочка, подозреваемых в убийстве таксиста. По версии следствия, в период с 26 по 27 сентября двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице города Осташково, вызвали службу такси. Когда прибыл автомобиль под управлением мужчины, злоумышленники вытащили его из салона автомобиля, после чего повалили на землю и нанесли несколько ударов битой в область головы потерпевшего, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле последнего. С полученными телесными повреждениями мужчина на машине скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, где скончался. На место происшествия незамедлительно был организован выезд следственно-оперативной группы в составе следователей Следственного управления Следственного комитета, сотрудников уголовного розыска и экспертных подразделений УМВД. В ходе грамотно проведенных сотрудниками Следственного комитета и полиции следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, лица подозреваемых в совершении преступлений были оперативно установлены и задержаны. Ими оказались жители города Вышнего Волочка Тверской области. На своих экранах вы видите машину, на которой один из преступников добрался до Вышнего Волочка. Но это не машина, отобранная у смертельно избитого таксиста. На угнанном такси Рено Логан преступники тут же в Осташкове попали в ДТП. Один из угонщиков пострадал и в Вышний Волочок не поехал. Его напарник в Осташкове угнал другой автомобиль и уже на нем поехал домой. В Вышнем Волочке и этот автомобиль пробил колесо. Но убийц уже ловили. Был объявлен спецплан «Перехват». На месте нападения на таксиста работали сотрудники СК и МВД. Подозреваемые были оперативно установлены и задержаны. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначено проведение ряда различных экспертиз. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Мы следим за ходом событий. В ночь на 28 сентября на 13-м километре автодороги Александровка-Орша «Шевроле» на скорости опрокинулась в кювет. Погиб пассажир иномарки 20-летний мужчина. Пострадал водитель и второй пассажир «Шевроле». По данным ГИБДД, у 18-летнего парня, находившегося за рулем иномарки, не было водительского удостоверения. Утром 28 сентября в аварии у дома номер 50 по улице Склесково пострадала 61-летняя женщина, пассажирка автомашины «Шкода». «Шкоде» «Октавия», двигающаяся по главной дороге, не предоставил преимущества автомобиль БМВ. Произошло столкновение. Оба водителя были трезвы. Продолжение следует...